Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас есть опять возможность встретиться вместе на экране и открывать Библию. Сегодня у нас будет особая тема из Слова Божия. Я хотел бы назвать эту тему несколько необычно. Хотя эти слова мы часто используем в своем христианском лексиконе, но может быть именно в таком сочетании вы, наверное, еще не использовали или даже не пробовали. Итак, наше размышление сегодня будет иметь такую интересную тему – пение в Евангелии. Интересное словосочетание – пение в Евангелии. То есть эта тема касается не того человека, который занимается исполнением прославления, каких-то псалмов на собрании. Это касается каждого из нас – пение в Евангелии. В свое время французский философ, математик, механик, физик, физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, Рене Декарт однажды сказал очень и весьма умную мысль. Давайте попробуем последовать совету вот этого мудрого человека. Сегодня мы попробуем отдать определение значения вот этих двух слов, чтобы избавить церковь и нас с вами от многих ошибок и заблуждений. Итак, первое слово, которое есть в нашем названии – пение. У меня вопрос, а что это такое? Что такое пение, когда мы читаем Слово Божие? Я бы хотел вместе с вами обратиться и посмотреть, что нам говорит Бог по поводу пения. Когда мы читаем псалом, 41-й псалом, мы читаем такой девятый стишок. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня – молитва к Богу жизни моей». Интересны слова. Ночью человек размышлял, что-то переживал с Богом, и у него песнь. Интересно, песнь не в церкви, дома. И он говорит, это как синоним «молитва и песнь». Читаем, чтобы мы поняли, что это идея не только псалмопевца, мы читаем книги пророка Аввакума, в третьей главе первый стих. «Молитва Аввакума пророка для пения». Вот обратите внимание, вот эти два отрывка уже говорят о том, что пение – это молитва. То есть это вопрос благоговения, понимания, перед кем мы сейчас находимся, понимания того, что мы произносим. И здесь вообще не должно присутствовать какое-то бездушие, формализм, что-то, вот как мы привыкли, открыли песенник, прочитали – это молитва. Это первое значение слова «пение» в Библии. Есть еще интересные значения этого слова. Давайте прочитаем это с псалтыря. Мы читаем книги «Псалтырь», 146-я псалом, 7-й стих. «Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях». Открываем еще один текст. В ней пророка Исаии, 51-я глава, мы прочитаем такие слова. Третий стих. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его, и сделает пустынь Его, как рай, и степь Его, как сад Господен. Радость и веселье будет Нем, словословие и песнопение». Вот эти два отрывка говорят о том, что пение – это словословие. То есть это и молитва, и словословие. Я когда обратился к оригиналу и посмотрел, что оно значит на иврите, то вот это слово «тодав» имеет четыре значения. Я бы хотел, чтобы вы на это внимание обратили. Значит, благодарение – хвалебное словословие. Или хор, поющий песни благодарения. Или жертва благодарения. Или исповедание. То есть, когда мы начинаем смотреть на пение именно под таким углом, то мы можем сделать вывод. Во-первых, пение – это наша молитва к Богу, как благодарственная жертва, причем выраженная в пении со всеми чувствами и ясным разумом. Давайте откроем Библию, еще посмотрим интересный отрывок. Когда мы читаем книгу пророка Осия, мы прочитаем в 14 главе 3 стих. «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Интересные слова. Вообще, когда я читаю, что Бог хочет сказать в этом тексте мне именно по поводу этой темы? То есть, когда мы идем в церковь на встречу с Богом, Бог предлагает взять с собой что? Интересно, молитвенные слова. Сегодня многие люди считают, что это идет речь о песенниках. Зачем? Зачем брать в церковь с собой песенники? У многих есть в телефоне, ну, по крайней мере, или, может, на экране оператор поставит вам этот псалом. Зачем брать с собой песенники на богослужение? Вот в некоторых больших церквах или на особых мероприятиях печатают так называемую программу богослужения. К примеру, я когда смотрел свадьбу принца Уильяма и Кейта Мидден, у них в руках, вот вы видите там на картинке, вот эти программы, свадебная программа, полностью всего богослужения. Там даже с нотами прописаны псалмы. То есть, вот в этой программе представлены псалмы, причем с текстом, с нотами, которые будут на богослужении петься. Для чего? То есть, не просто для того, чтобы человек знал, какой псалом, когда поют, но и для того, чтобы человек, заранее просмотрев вот эту программу, уже вдумался в то, что он в молитве или в пении будет сейчас говорить Богу. То есть, самое правильное то, что саму программу всего богослужения готовит не за пять минут до самого служения, или даже не во время служения, а еще на неделе, когда собираются служители и думают, как будет проходить следующее служение. И вот когда учителя собираются вместе и планируют, кто будет открывать, кто будет проводить урок в субботней школе, кто будет планировать вообще весь ход богослужения на субботу, вот там назначают, какой псалом, когда, после чего. Интересно, раньше была такая практика. Если человек опоздал, уже запланировано, и опоздал, и не пришел за 15 минут до богослужения, он не имел права выйти, помолиться, открыть богослужение, пригласить к пению. То есть речь идет, как Осия говорит, мы должны заранее думать, готовиться, стремиться, чтобы прийти, совершить это, все, чтобы это приносило благоговение. И вот тогда возникает вопрос, если мы не слышим, не слышим, вот этот совет, не вникаем к этой рекомендации, тогда встает вопрос, а чем мы заняты перед началом богослужения? Вообще, где наши песенники? Где наши Библии? Вообще, как выглядит наша подготовка к богослужению глазами Бога? Вот смотрите, объявляют, будем сейчас петь такой псалом. И полезли в сумочки, шелестим пакетами. Понимаете, может в этом причина того, что нет благоговения в церкви? Может тогда и происходит в молитвенном доме тогда что угодно? Это первое значение слова пение. Давайте посмотрим на второе слово, тоже под необычным ракурсом, слово Евангелие. У меня вопрос, а что это такое? Когда мы берем греческий или открываем Новый Завет в оригинале, вот это слово Евангелие, оно заимствовано с греческого. И когда мы смотрим на этот греческий язык, первоначально оно вообще не имело никакого даже религиозного намека. Это был только светский смысл. Он встречался в древнейших памятниках греческой литературы, начиная с Одиссея Гомера. Когда мы читаем в оригинале вообще значение этого слова, вот это значение в нехристианских греческих текстах, оно имеет несколько значений. Значит, на самом первом месте по способу употребления это награда вестнику, который принес хорошее известие. Второе, это само содержание этого известия, то есть победа. Или третье значение, а вот это сегодня многими упущено. Слово Евангелие или Евангелиями могли называться известия о событиях политической и даже частной жизни, и по-видимому наиболее естественно это слово было связано в первую очередь с представлением о военной победе. Я бы хотел, чтобы вы обратили на это особое внимание. То есть, когда мы слышим слово Евангелие, в первую очередь это недобрая весть, как многие говорят, и несодержание самой вести. Слово Евангелие изначально это победа. Вот почему, когда мы читаем Писание, очень часто в Писании так говорится о победе, о победителях. Причем эта идея прослеживается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Вот смотрите, первая песнь Победы, которая была исполнена под руководством Мариам. Хотя она называется песню Моисея в исходе 15 главе, но это сделало Мариам. То есть, они вышли с египетского рабства, фараон с войском утонул, и они спели вот эту победную песнь. Это первая победная песня, которая конкретно прописана в Библии. Когда мы читаем 15 главу Откровения 3 стих, и заключительная песня Победы, она тоже называется Песнь Победы Агнца. Понимаете, какая вещь? Именно вот это является Евангелием. Это песнь Победы. А теперь попробуем совместить эти два понятия, то мы увидим следующее. Человек поет, о чем мы говорим? Молится. Он молится о том, чтобы по Божьей благодати быть в этом мире победителем, причем сегодня, завтра и оказаться таковым при встрече с Богом. У меня несколько вопросов по поводу этих двух понятий. Скажите, пожалуйста, а можно ли приносить жертву благодарности молитву приносить с унылым духом? По-другому поставлю вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли возвещать о победе в минорном тоне? Вы посмотрите на то, как мы извратили само понимание слова пения и Евангелия уже в своем разуме. Может быть, именно из-за этого наше богослужение проходит как-то закомплексованно, обрядно, формально, неинтересно. Может быть, нам снова необходимо вернуться к правильному пониманию вот этих слов, которые в нашем лексиконе утратили первоначальный смысл. и не понимая значения слов, мы все начинаем что-то делать в корне неправильно. Ричард Бах, американский писатель, философ, публицист и пилот, он получил известность как писатель, чей главной темой стала любовь к небу и авиация, однажды сказал, внимательно послушайте, кто думает, как победитель, рано или поздно побеждает. Вот если эту фразу Ричарда Баха немножко переделать к нашей теме, можно сказать такие слова, если мы сегодня поем как победители, рано или поздно, вот это у нас будет петь, звучать песни Моисея и Агнца в вечности. Давайте немножко переосмыслим значение этих двух слов, пение и Евангелие, сначала для себя лично, чтобы правильно ими пользоваться в своих отношениях с Богом, особенно на богослужении. И тогда, выполняя призыв псалмопевца, мы испытаем к пению совершенно другое отношение. Я бы хотел, чтобы эта тема побудила что-то пересмотреть в своих отношениях с Богом, к Богу, в своих отношениях к молитве, к пению, к самому богослужению. Я хочу вместе с вами помолиться. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе и приносим благодарность еще за одни слова поучения, за то, что Ты открываешь понимание некоторых слов в Библии. Господи, сегодня Ты показываешь, что такое пение и что такое Евангелие. Помоги нам правильно понимать значение этих слов, помоги правильно эти понятия воплощать в свою жизнь. И помоги Господи, чтобы пение в Евангелии действительно было в том значении, которое Ты говоришь в Своем слове. Боже, мы благодарны за эти советы, которые Ты дал нам сегодня. Помоги их воплощать в своей жизни. Аминь. В конце я хотел бы прочитать в современном переводе три стиха. Это Псалом 95 с 1 по 3 стих. Интересный призыв. Придите, Господу мы радость воспоем, воскликнем в радость Ему скале спасения, превознесем Его, придем к Нему с музыкой, с песнями и благодарностью, потому что Господь Бог великий, Царь великий над всеми Богами. Аминь.